Всем привет! Штат Джахор. Сегодня посмотрим рынок. Такие рынки открываются прямо на проезжей части, перекрывая все движение. Но есть другие пути проезда, поэтому с этим проблем нет. Можно проехать и по другим улицам. Ну вот, видно, что это проезжая часть. В это место приносят люди, открывают эти рынки. У кого есть фермы с животными, или просто огородом. То есть открыли здесь вот такой ларечек каждую пятницу вечером после пяти. По-моему, 10 ренгит раз в месяц платить дешево, недорого. Вот видите, много разной рыбы замороженной. Много разной зелени. У меня любимые анамасы. Они здесь просто очень и очень сочные. Огурцы здесь невкусные. Эки тыквы, они высушенные солнцем. Они не сочные. Они даже горчат очень сильно. Свежее мясо. То есть можно прийти просто купить свежее мясо. Я рекомендую. Потому что малайская еда вся сладкая. Забегу вперед. Поэтому лучше купить просто мясо. Можно купить очень дешево в магазине. Со 150 рублей полкило говядины или свинины. Ваш вкус. А здесь еще дешевле. О, барбекю. Курица барбекю. Сладкая тоже. Малайцы любят сладкую еду. Они всю еду едят практически сладкой. Кроме рыбы. Ну, то есть другого сорта барбекю. Тоже сладкая. Запах очень-очень вкусный. Но если купите, будете им. Есть сладкое мясо. Ну, вот у этого парня. Ферма держит курицу. 30 яиц. 11 ринггит. То есть 140 рублей. Приемлемо. Качество отличное. Видите. Качество еды здесь и правда, на самом деле, очень хорошее. Видите. Чосы. 100 грамм. 40 рублей. Качество еды в Малайзе очень хорошее. Чеснок. Картошка. Лук. Картошка дорогая. Разные игрушки. На рынках чуть дешевле все, чем в магазине. Ну, естественно. Актуально соки холодные со льдом. Актуально. Для жары. Курица. Гриль. Грустящая курица. 7 ринггит с половиной. Это малайская еда. Традиционная. Разных лотков. С одеждой, сумками. Всем чем угодно. Но я подчеркну, что можно найти магазин дешевле, чем рынок. Все равно можно. То есть мы смотрели шопинг-молл и он там дороже. А вот если заглянуть в биджай, там можно найти дешевле. Аксессуары для телефонов тоже там можно найти дешевле. Одежда дешевая. На самом деле, вы видите, за штуку, вещи. 10 ринггит 130 рублей. Это не деньги. Вся одежда на рынках очень дешевая. Разная обувь. Я пришел в то время, когда еще рынок практически только-только открывался. Поэтому народу не очень много. Если придете позже, то есть как он называется, ночной рынок, то тут будет толпучка. Ну и темной, поэтому он пришел где-то в районе 7 часов вечера. Ну и вот видно, что только открывается у таких варков. Вся готовится прямо при вас. Малайцы очень любят курицу. То есть свинина, говядина больше всего курицы. Все сладкое. Сразу говорю, все сладкое, что не купите. Ну вот такой пластиковый контейнер с рисом уже собранный для вас. Если там будет просто курица, соленая курица, ее можно взять. Печень в томатном соусе сладкая. Очень сладкая. Брал, не советую. Макароны на вкус более-менее, на запах ужас невозможно есть. Много разной рыбы. Кукуруза здесь просто изумительно очень вкусная. Держит, скорее всего, огород, по-русски сказать. Кукуруза очень большая и зерна очень крупные. Очень сочная. То есть можно сварить с соленой водой. И самому покупать здесь опять же будет сладко. Мое любимое манго. Манго здесь очень дешево. За килограмм можно найти до 40 рублей. И просто очень-очень сочно, сладкое. Можно 10 ренгит. То есть это дороже. Ну, прогулявшись просто по рынку, можно найти дешевле. Ну, вот это вот каракатица. Ну, вот видно, машина для приготовления коктейлей. То есть подходите. Разные специи вам добавят ваш коктейль. И делают коктейль. Коктейль не вкусный. Имеет странные привкусы. Все коктейли. То есть... Не советую. Просто лучше купить сок определенного фрукта. Например, апельсиновый. Очень много барбекю. Запахи очень-очень вкусные. Но купив одну штуку данного барбекю... Не знаю. Я сладкое. Мясо не очень люблю на самом деле. Не советую. Но можете попробовать. Недорого. Давай ригим там. То есть 26 рублей одна штука. Бакалейная отдела. Лавка. Очень интересно тем, что здесь есть пирожки. Сладкие. Ну, такие вот все. То есть, в принципе, сладкие пирожки все едят. И с мясом. Они с соленым. С мясом. С соленым мясом. Поэтому нужно поедать, покушать. Ничего нет. Ну, это ловко только еще скрывается. Видимо, на этого калия. Вся курица, все мясо сладкое. То есть, курица-гриль, курица-барбекю. Все имеет сладкий привкус. Много разных макарон. Все макароны имеют противный, нехороший запах. Не знаю. Им нравится. Отлично мне. Актуально. Много разных вентиляторов. Много разных соков. Потому что жара. Втискивается маленький микроавтобус. Как он проехал. Я сам шокен. Мужик торгует бадами какими-то. Бананы здесь тоже очень... Очень сочный вкус. Приятный вкус. Манго тоже. Манго здесь мою любимую. Манго разнодежда. Дешевая. Но для меня она точно на победу. Гранат 10 рингит. Дорого. 130 рублей за одну штуку. Здесь яблоки. Недорогие. Без китай. Потому что в Малайзе яблок практически нет. Вся одежда здесь очень дешевая. Недорогие. Ну и норковь. Разные другие фрукты. Овощи. Этот фрукт называется Рам дуриам. Много разных аксессуаров для телефонов. Ну, опять же скажу, дешево. Но можно найти в других магазинах дешевле. Этот фрукт называется Манго. Сладкий запах. Просто ада не пробовал ни о чем. Этот фрукт называется Маннага. Сладкий пил сок. Очень-очень вкусный. Рекомендую. Сам фрукт не пробовал. Изготовление ключей. Ну, вот это поколейное дело. Я покупаю пирожки. То есть, вы должны просто выложить их из пластикового этого контейнера. И потом вам озвучат цену. Ну, заранее можно спросить, сколько. У меня озвучили два ленинга за пирожок. 26 рублей за пирожок с мясом. Замечу, он не сладкий. Ну, сладкий чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, если соли добавить в него. Потом очень вкусно. Дешево. Опять же отмечу. Ну, вот все про все. Два больших пирожка. Два маленьких там. Все в ринге. Конфеты. Ну, разного рода бижутерия. Кукуруза, барбекю. Очень вкусно. Советую. Ну, здесь они продают фильмы. Официально не лицензионные. То есть, они даже в МВП пишут чек. Я показывал, что есть дисгенератор, который подпитывает телевизор. И, в принципе, все эти ларки есть дисгенераторы. Либо они просто запускают машину и сажают на аккумулятор машинной клеммы. Почему не лицензионные? Потому что, ну, выдают тебе чек на диск, который, в принципе, ну, изначально не лицензионный. Торговля телефона. Вот этот фрукт. Манго. Шипастый. Это стебли бамбука. Там специально приготовленный. Запах и вкус отвратительный. Не советую. Вот, видите, китайцам даже жарко самим. Вот, я покупаю апресиновый сок. 45 рублей. За один литровый стаканчик приемлемый. Все ждал. Я и счастлив. Курица. Опять вот, гриль. Ну, не гриль, это барбекюн. Сладкое. Все, что красное, все сладкое. Можно отметить. Ну, вот. Редак мы посмотрели. Всем спасибо. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова